По данным судебного департамента Верховного суда, в 2019 году за незаконные действия нарушения правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами в Российской Федерации осуждены почти 7,5 тысяч человек. Более тысячи осужденных приговорены к лишению свободы. Большинство сроков от одного года до пяти лет. Двое приговорены к пожизненному лишению свободы. Оправданы всего лишь 6 человек. Среди осужденных есть и жители Ниницкого автономного округа. Большинство из них проживает в сельской местности. За истекший период 2020 года несколько жителей нашего региона привлечены к уголовной ответственности, понесли наказание. Несмотря на то, что регион у нас является спокойным в сфере оборота оружия, но все равно проблема эта является актуальной, необходимой для разъяснения, для профилактики этих правонарушений и преступлений. И если говорить о том, что жители города более-менее соблюдают эти правила, то жители села эти правила нарушают, будь то осознанно, неосознанно, ссылаясь на то, что и подразумевая передачу, допустим, оружия, боеприпасов близкому другу, родственнику, ничего страшного в себе не носит. Однако это подпадает под уголовную статью и наказание по данным категориям дел относится от небольшой вплоть до преступления особо тяжкие. Все зависит чисто от квалификации. Поэтому своевременное обращение за консультативной помощью, будь то сотрудникам Росгвардии, за разъяснениями, да, и оказанием помощи адвокатам, предотвратит допущение этих нарушений, нарушения закона. В целях правового просвещения населения округа Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии активно использует возможности региональных средств массовой информации. Так, накануне статьи об газете Нарьяна Виндер помогла жителю НИСИ стать участником программы по добровольной сдаче оружия за вознаграждение. 58-летний мужчина нашел ружье в груди мусора, а односельчане подсказали ему обратиться к участковому уполномоченному полиции. После завершения криминалистической экспертизы будет решен вопрос о выплате законопослушному гражданину 4 тысяч рублей. Мы продолжаем информировать граждан об условиях региональной программы добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия за денежное вознаграждение. Ее участники освобождаются от уголовной ответственности, бессудимости и других негативных последствий. Незнание закона не освобождает от ответственности, но в России любой человек имеет право избежать уголовного наказания за незаконный оборот оружия, добровольно сдать его и встать на путь исправления бессудимости и других негативных последствий. Что касается добровольной выдачи, действительно законодатель предусмотрел возможность добровольно выдать оружие, боеприпасы к ним, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Тогда гражданин освобождается от уголовной ответственности, но при этом есть условия. Если эта добровольная выдача не носит своего рода принудительный характер при производстве следственных действий, либо уже по непосредственному изъятию у гражданина, то тогда да, деяния имеют место быть. Поэтому призываю граждан соблюдать правила своевременной и регистрации, и перерегистрации, получения соответствующих разрешительных документов, чтобы не допускать нарушения закона и не нести негативные для себя, возможно, и для своей семьи эти последствия в сфере уголовного закона. В Ненецком автономном округе помимо освобождения от уголовной ответственности граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы вооружения, получают право на денежное вознаграждение до 15 тысяч рублей за одну единицу оружия. Отделением социальной защиты Ненецкого автономного округа с 2015 года предоставляется государственная услуга вознаграждений за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. За этот период оружие сдали 60 человек на сумму более 300 тысяч рублей. Так, за 2019 год выплачено более 60 тысяч рублей, за текущий год более 24 тысяч рублей. Наиболее распространенная выплата вознаграждения за сдачу гладкоствольного огнестрельного оружия и патроны к боевому оружию. Также в перечне числятся такие виды оружия, как боевое, спортивное, охотничье и многие другие. В соответствии с постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 21 февраля 2012 года номер 32П размеры выплачиваемого вознаграждения составляют 15 тысяч рублей за одну единицу боевого оружия, 6 тысяч рублей за одну единицу служебного, спортивного или охотничьего нарезного огнестрельного оружия, 4 тысячи рублей за одну единицу гладкоствольного огнестрельного оружия, 3 тысячи рублей за взрывное устройство, 3 тысячи рублей за одно самодельное стреляющее устройство, 2,5 тысячи рублей за одну единицу газового, травматического или сигнального оружия. 10 рублей за один патрон к боевому оружию. 5 рублей за один патрон к гражданскому или служебному оружию. 500 рублей за средства взрывания, электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в штуках, огнепроводные и электропроводные шнуры в метрах, действующие или подлежащие восстановлению. Иван Сысоев, Сергей Шарун для телеканала «Север».